Бисмиллахи рухмана рухмим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расуллиллах. Дорогие и любимые паломники, которые собрались посетить священные земли Мекки и Медины, хочу искренне поздравить вас с тем, что вы скоро увидите эти благословенные земли, сможете поприветствовать лучшие творения Всевышнего Аллаха, нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в благословенной Медине. Еще раз поздравляю вас с этим, и хотелось бы дать некоторые рекомендации. Везде и всюду слушаться руководителей, потому что мы выезжаем за границу, там моменты связаны с переходом с границ, документы, моменты связаны с обрядами, канонические моменты, мы находимся в другой стране и так далее. Там очень много моментов, поэтому с нас паломниками будут, с группами будут опытные руководители, поэтому большая просьба к паломникам, чтобы слушались руководители. Бывает, кто-то что-то сказал, как-то куда-то направил и так далее, кого попало слушаться, это очень бывает иногда чревато. Большая просьба бывает к паломникам, чтобы они не опаздывали в намеченное место и в намеченное время, чтобы мы были на месте из-за нас, чтобы не возникали проблемы у окружающих. И мы тоже, чтобы потом не остались как-то, вот все уехали, а остался такой момент, чтобы не оказался. Также должно быть естественно, каждый день мы должны быть готовы к любому происшествию, к тому, что может все, что угодно произойти и так далее. Поэтому ехать на хадж, как будто мы едем на курорт или какой-то, значит, отдыхать и так далее, такого понимания не должно быть. Для терпеливого человека, в принципе, там трудного тоже такого ничего нет, но тем не менее, учитывая современного человека, привыкшего к условиям, к удобствам и так далее, там определенные трудности будут. Поэтому нужно готовиться, нужно к любой ситуации быть готовыми. Вот, допустим, опаздывает автобус, самолет. Какие-то моменты бывают, вот руководитель говорит, вот 8 часов утра сегодня будет автобус, ему тоже сверху так сообщили, транспортная компания и так далее, и 8 часов автобус не приезжает, задерживается на час-два. Ну, ничего не поделаешь, придется ждать. Вот это время, чтобы мы друг друга, значит, паломники, чтобы не нервировали, проявляли терпение. Там миллионы людей приехали одновременно в один город, в одно место, и вы представляете, какие там могут быть пробки, проблемы и так далее. Поэтому там всего лишь чуть подождем, будем восхваливать Всевышнего Аллаха, проявлять терпение, помогать нуждающимся таким образом провести это. Продолжение следует... Продолжение следует...